здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу вместе с вами привести в немножко в порядок черенки нашего калибраха которые были очеренкованы от маточного растения некоторое время назад они были укоренены пересажены вот в такие стаканы и как видите вот в таком они сейчас развитии вот это несколько ящиков ну подмешивается здесь несколько растений вербины я думаю они нам мешать не будут уже запустили цветоносы друзья они тянутся вверх и это очень плохо и сейчас мы с вами предпринем некоторые действия для их формировки потому что но никому не надо растения с тремя раз два три высокими побегами и больше ничего потому что как мы знаем калибраха должна быть вообще кустистая ветвистая она должна выглядеть совершенно не так как она выглядит сейчас кстати я вам сейчас покажу точно такие же черенки но которые были некоторое время назад посажены большие уже вот в такие вот подвесные кашпо и покажу разницу одни и те же черенки были очеренкованы в одно и то же время от одного и того же растения и сейчас разница вот так выглядят те же черенки но в больших подвесных кашпо и сравните, вот это растение три веточки и вот эти которые уже действительно в таком развитии что их мы больше формировали, они более кустистые, они уже зацвели хотя тоже прищипывание мы будем проводить и на этих растениях формировка куста, калибраха на самом деле операция не сложная, просто надо не бояться если кто-то не хочет травмировать растение или жалко ему делать прищипку, друзья не бойтесь все будет хорошо, кстати вот эти ампельные особенно растения они прищипывание очень любят просто берем ножницы, обычные острые ножницы и делаем вот такую вот обрезку верхушечек раз и все точно так же поступаем со следующим растением без всякого страха и сомнения это делаем все видимые верхушки, которые мы видим и оставляем в таком состоянии под каждого листочка сейчас пойдут новые молодые крепкие побеги а растение станет более приземистым оно не будет уже вот таким видите оно уже ну как бы еще немножко перестоит стояли плотно в этих ящиках но мы всегда знаем как поправить и они в конце концов в результате наших действий нашей помощи они будут красивые пышные и цвести действительно миллионам цветочков друзья в следующем в одном из следующих своих видео я хочу вам рассказать разницу между калибрахо и сурфинией я покажу все это доходчиво какой длины бывает какой пышности кусты в чем отличие по цветочкам ну вкратце цветовую гамму потому что цветовая гамма и у калибрахо и у сурфинией очень-очень-очень широкая так что оставайтесь с нами на нашем канале кому понравилось это короткое видео ставьте лайк кто не подписался подписывайтесь всего вам доброго до свидания до новых встреч до новых встреч